Мама, папа, две дочери, дедушка. Вот такой дружной компанией они отправляются на прогулку. Сейчас в России бытует мнение, что семьи стали не такими крепкими, как раньше. Анна и Антон Потах готовы поспорить. В этом году пара отметила 10-летнюю годовщину знакомства. Пока супруг зарабатывает деньги, супруга заботится о доме. Иногда на помощь приходит дедушка. Наверное, начать с того, что мы сами воспитывали детей без дедушек, без бабушек. И вот когда родилась Машенька у них, я уже здесь как бы был, что называется, учил элементарному, даже как успокоить ребенка. Там вот такие вещи, как бы вот. Поначалу как-то даже и страшно было в руки брать эту кроху махонькую. А потом как-то взял и сразу, опа, вспомнилось вот это все дело. И учил, подсказывал как мог, какие-то нюансы. И, конечно, были бы бабушки рядом, было бы, наверное, попроще. Ну, пришлось быть и дедушкой, и бабушкой. Уважать друг друга, хранить верность при любых условиях и любить не только за достоинства, но и за недостатки – это правило, которому они придерживаются все 10 лет. Трудности Антон и Анна преодолевают вместе. Мы познакомились в ночном клубе. Вот. У нас была общая компания, один знакомый, и мы там познакомились, и как-то мне Антон сразу приглянулся. Я подумала, хороший парень довольно-таки. Понравился, наверное, тем, что я заказал не выпить, а заказал жульен покушать и что-то, какой-то сок. Да, да, потому что компания была большая. Я был за рулем. Да, 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 и мне понравилось это, да, тоже. Первенец в их семье – дочь Мария родилась 4 года назад, а вот вторая дочка – Анастасия – этой весной и стала двухтысячным новорожденным в республике. Не каждого тысячного ребенка отмечают и какой-то сертификат, и что-то подкова, по-моему, серебряная, да, по-моему, серебряная подкова или что-то, или оберег какой-то. Пока ждем, пока ждем, но... Ну, это вас вдвойне обрадовало, надеюсь. Конечно, конечно. Чтобы удачно вы родили девочку еще, так сказать, юбилейную, в 2020 году. Ну, это, конечно, приятно. Поначалу Мария, старшая дочь, ревновала маму к маленькой сестре, но привыкла, стала помощницей. Возможность отдохнуть у родителей бывает редко, а если и выпадают свободные минутки, то ненадолго, в тихий час, пока малыши спят. Выходные дни полностью посвящены детям, но, несмотря ни на что, Антон находит время погонять мяч в спортзале. Он также почетный донор города. Считают, что семья – это каждодневный труд и мужа, и жены. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова